Не слышу, не слышу я слов вашей благодарности, дорогие мои магнитогорцы и гости города. Благодарности дяде Лёше Челейкину, потому что не прошло и полгода, и все досуговые центры провозгласили вслед за кафе Салтан. Даёшь бесплатный вход, хотя в кафе Салтан вход бесплатный был всегда. Дискотека лучше, но это не всегда, но вот в течение полугода уже. Что ещё нам удалось? Нам удалось сделать самый крутой летник города, причём с самой крутой дискотекой. И теперь уже, наверное, все побегут в салон Джамбо, чтобы купить там аппаратуру. Ну давайте, бегайте. В то время, пока вы бегаете, мы вместе с кафе Салтан придумываем что-нибудь новенькое, и как всегда вас обскачем. И сегодня мы хотим вас ещё раз порадовать тем, что на ближайших праздниках, в дне города, ну и в дне строителя, кафе Салтан будет кормить вас хорошей едой до самого утра. Так что, если вам где-то что-то не понравилось, приходите сюда. И ни тени лукавства в этом нет. Даже с проспекта Металлургов в день города сюда приезжали те, кто хотел продолжения праздника, с банкетом. Что будет на день Металлургов и строителей? А вот что будет. Традиционный уже торч под 4 киловатта музыки с людьми, которые привыкли отдыхать, не напрягаясь. Сегодня и сейчас для всех возрастов здесь звучит комфортно и по уровню звукового давления, и по подбору направлений музыка. Теперь то, чем в очередной раз решил удивить нас повар из Узбекистана. Лагманы самцу пробовали? Ну естественно. Давайте же похвастаемся лучшей шаурмой и возможностью выбрать себе блюдо, превосходящее по вкусу другие рестораны. Естественно, всё это готовится не за 5 минут, и лучше заказывать заранее. И возможность такая есть. Баранина не может запекаться и томиться вмиг. Хотя в течение 5 минут это готовые салаты, ещё 20 это шашлык, часа полтора музыки, под которую приятно и сидеть, и танцевать. И вуаля, томлённая баранина готова. Всё остальное это 40 минут. Из наших успехов, наших совместных успехов с кафе Салтан. День города получился, кстати, здесь. Люди гуляли до 5-6 часов утра. День Металлургов будет тоже здесь, потому что здесь можно будет сесть, покушать, вот, и расслабиться, и выпить то, что вы не выпьете на дне города и на дне Металлургов. Вот, это я про крепкие спиртные напитки, которые здесь очень качественные. Так же, как пил, вообще-то. Но нельзя рекламировать, можно объедаться. И скажу, что нам ещё удалось. Нам удалось продавать по 150 порций самцы в день. Вот. Лагман хорошо идёт. В общем, наш узбекский повар старается. И сегодня, естественно, он приготовил нам. Но не только восточную кухню. Начнём мы с европейской кухни, с фаршированный котлет. Это всё к чему? А к тому, что здесь очень скоро, в августе месяце, естественно, необходимо заказать свадьбу. Представляете, свадьба в летнике. Это очень оригинально. Не у каждого будет. Вот. При этом летник вот с такой навороченной кухней. Даю себе обязательство не кушать перед съёмками. Чтобы не ломать кайф. И всё-таки слюнки оближешь. В смысле, слюнки на пальчиках оближешь. Вы знаете, это бруло достойно любого крутого ресторана. Но. Вот только в России. Есть столовые, кафе. По всём мире это рестораны. Поэтому срочно меняем вывыску. Кафе Салтан. Это 5-звёздочный ресторан. Рубленная котлетка из курочки. Диетическое блюдо, кстати. Вот. Здесь ещё фарш. Что касается вкуса. Принято, чтобы хорошо приготовленная пища на языке таяла. Ну и во рту. Испарялась буквально. Судя по тому, как у меня испаряется эта котлетка. Вот и есть. А, вы, кстати, к чарту к котлету добавляли плавленый сыр. Вот здесь он добавлен. А теперь, следующая бруда. Повар у нас из Узбликстана. Вот, талант. Просто пальчики оближешь. И вот, вот это что такое? Я вам скажу, что это такое. Это соус. Кстати, насчёт соуса. Кто-то жалуется, что в кафе Салтан не используется кетчуп. Да, кетчупы здесь не используются. Потому что из чего состоит кетчуп? Кетчуп это томатная паста, эмульгаторы, красители, всё остальное. Лучше сделать свой соус. Я вот его тоже делаю. И кафе Салтан делаю. То есть томатная паста, специи и травка. И, кстати, кто сказал, что обязательно надо что-то выпивать крепкое. Я сейчас предпочитаю чай. Чай тоже с травкой. И этого чая можно выпить целый чайник. Теперь, что здесь, на этом блюде. Это грудка фри. Так, ладно. Для этого есть вилка. Вот. И в соус. И в догоночку картошечка хлеб. И вот теперь тем, кто ждет подкрытия ресторана в Макдональдс. Не менее качественная, но гораздо более понятная нашему желудку и органам зрения пища, это здесь. Нигде там кусочки из курицы непонятного разруба. А вот настоящая грудка. Так, давайте. Равняйтесь, равняйтесь, равняйтесь. Не падайте. Нам еще днем ляма предстоит. Кафе Салтан. Мы уже дружим более года, более полутора. То есть количество сюжетов. Каждый месяц по сюжету. В каждом сюжете по три блюда. Ну так, нормально, да? В любой ресторан зайдите, смогут ли вам столько приготовить. Ну, сочините. Днем ляма. Это 100% узбекское блюдо. Сделано из хороших, сочных кусочков бараньего антрикота. И сваренные в курдючном рассоле картошки. Вместе с капустой и красным перцем. Ну, понятно, да? Уже такое. Стой, стой, стой. На место. Держите, крепитесь, крепитесь. Приходите в Салтан. Там будете падать. Ну, помните, мы про турецкую кухню говорили? Конечно, терешка нужна для пуза. Ну, вот. 115 килограмм, кризис. Приходится есть вкуснее, грамотнее. И в ресторанах, естественно. Так, ну, по баранине. И музыка заиграла сразу. И настроение поднялось. И чувствуется не просто баран, а агнец божий. В смысле, барыжный вкус. И опять же, любителям проработиться о своей фигуре. Как не обо мне, а не о максиме. Вот. Приходите сюда. Самая диетическая пища. Что касается вкуса. Ну, кто-то не может есть баранину. Я скажу, что надо кушать баранину. И вообще. То есть, после Турции, что вы там едите? Естественно, баранину. Но так даже в Турции не приготовят. Потому что здесь, как вы, Салтан, вас любят. Любят и вас, и любят готовить. Ммм. Да. Ни разу ничего подобного не кушал. Сравнить с чем? Ну, по раздельности-то. Да, по раздельности не получится. Потому что вкус сочной баранины, он присутствует. Ммм. Ммм. И немножко не по-ресторанному. Но, ребята, не до Эдикки, не до Эдикки. Есть такую вещь. Хочется долго и долго. И обязательно в следующий месяц я посвящу блюду под названием Дюмрама. Харе. Закончился месяц с... Ммм. Ммм. Сам сы. Видите, даже чуть язык не кушал. Закончился месяц с Лакмана. Я хочу Дюмраму. Ну, несколько слов от лица человека по ту сторону камеры. Я стараюсь сейчас худеть. И пью только чаек. Видите, даже без сахара. И все-таки я вам хочу сказать, единственное, что нельзя делать в кафе Салтан, так это приходить сюда хоть чуть-чуть сытым. Потому что все равно не устоите перед видом этих блюд. Наедитесь, потом придется мешать.